Добрый вечер! В эфире «Открытые новости». С вами Анна Москаленко и в начале выпуска коротко расскажу о главном. Новый санаторий на 440 номеров начнут строить в Белокурихе в следующем году. Соответствующее соглашение подписало правительство региона и компания «Алтай-Вест». Подробности в выпуске. Вручение наград медицинским работникам состоялось в Государственной филармонии Алтайского края. Почетными грамотами и медалями наградили лучших врачей, медсестер и фельдшеров. Алтайские заказники сегодня получили ключи от новых вездеходов. На оснащение автопарков выделили 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Новый санаторий на 440 номеров начнут строить в следующем году в Белокурихе. Соответствующее соглашение заключили правительство региона и компания «Алтай-Вест». Договор подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виктор Томенко и представитель санатория Сергей Дородных. На территории комплекса построят лечебные и акватермальные корпуса, закрытые и открытые бассейны, а также гостиничный комплекс. Начало работ запланировано уже на следующий год. В настоящее время разработана и утверждена проектная документация на объекты инфраструктуры и получено разрешение на строительство. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, подписание соглашения позволит расширить спектр направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в части повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Алтайского края. Вручение наград медицинским работникам состоялось в Государственной филармонии Алтайского края. Почетными грамотами и медалями наградили лучших врачей, медицинских сестер и фельдшеров. 14 медиков удостоились звания отличник здравоохранения и заслуженный работник здравоохранения, а также получили медаль за заслуги в труде. Почетные грамоты Совета Федерации были вручены исполняющей обязанности главврача Рубцовской центральной районной больницы Людмиле Кравцовой, а также врачу 1-й детской городской больницы Барнаула Александру Данилову. Это серьезная процедура, она требует и ходатайства из коллектива, выдвижения. Дальше рассматриваются документы на каждого из сотрудников, насколько он действительно себя проявил, какие его характеристики позволяют сказать, что он сегодня лучший. Также подвели итоги двух региональных конкурсов – лучшая медицинская сестра и лучший врач города. Почти 50 врачей оказались в списке награждаемых. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, все медики прошли строгий отбор. Именно благодаря упорству и приверженности своему делу они удостоились этих наград. Моя награда – это награда нашего коллектива, потому что за мной стоит большой коллектив, коллектив сплоченный, коллектив работающий. Мы самое старейшее детское лечебное учреждение в крае, с нас начиналось детское здравоохранение, и мы стараемся его поддерживать. Врачей, фельдшеров и медицинских сестер чествует сегодня и в Завьялово. В районном доме культуры организовали праздник ко дню медицинского работника. И на месте работает моя коллега Юлия Шеламова. Юлия, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Анна. В районном доме культуры сегодня аншлаг. Кто стал почетными гостями праздника, узнаем у главного врача Завьяловской центральной районной больницы Марины Костромицыной. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто сегодня приглашен на праздник? На праздник приглашены все медицинские и немедицинские работники Центральной районной больницы села Завьялова. В честь нашего профессионального праздника не только медицинские работники, но и люди, которые нам помогают в выполнении наших должностных обязанностей, без которых, в принципе, мы не можем их качественно оказать населению. Сколько это человек? Большой коллектив? 343 человека сегодня на празднике у нас. И на празднике будут вручаться награды. Что это за награды? Награды будут вручаться краевые, награды Завьяловского района и награды Центральной районной больницы за вклад в оказание помощи сельскому населению Завьяловского района. Спасибо большое, Марина Вячеславовна. Поздравляю вас еще раз с праздником. На этом у меня все. Передаю слово в студию. Анна. Юлия, спасибо. Напомню, в это воскресенье все медицинские работники отметят свой профессиональный праздник. Мы пообщались с лучшими врачами региона. И сегодня расскажем вам о хирурге Алтайской краевой клинической больницы. Лучший хирург Алтайского края работает в краевой клинической больнице. Павел Андреев победитель в региональном этапе соответствующего конкурса. К слову, о работе в хирургии он мечтал с детства. Мне хотелось помогать людям, а работа хирурга – это, пожалуй, такая работа, такая ответственность большая. Но где виден сразу результат, когда ты удалил у человека пораженный орган, удалил болезнь, и человек от тебя уходит здоровым. В студенчестве Павел Андреев работал медбратом в третьей, а затем первой городской больнице. Своим главным наставником считает заведующего отделением хирургии краевой больницы Игоря Аргучинского. Это Игорь Владимирович Аргучинский, которому я обязан всем, пожалуй, в хирургии. Механическая желтуха, в общем-то, эффективно разгрузили желчные протоки, малоинвазивные опять-таки, поэтому... В работе Павел Андреев использует современные методы, проводит эндоскопические и открытые операции. А в 2014 году он внедрил малоинвазивные под контролем УЗИ и рентгена. Такие вмешательства пациенты переносят гораздо легче. Они менее болезненные, и период реабилитации занимает меньше времени. Это позволяет тоже в некоторых ситуациях пациенту без больших операций сделать малоинвазивные проколы, задренировать желчные протоки, задренировать какие-то абсцессы, гнойники. Павел Андреев оперирует пациентов не только в больнице, но и за ее пределами. Он работает в санитарной авиации. На его счету 40 командировок в районы Алтайского края. Уже совсем скоро он представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Лучший врач». Дарья Коншина, Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. Дарья Коншина, Анатолий Фукс. Новости. Одна из важных задач – патрулирование. Полностью эту всю территорию нужно патрулировать, охранять от баконьерства. И второй немаловажный момент – это мы проводим биотехнические мероприятия, то есть изготавливаем кормушки, солонсы для зверей, развозим везде это, расставим. И вот как раз непосредственно в этом моменте эта модель автомобиля, она как бы, ну как сказать, более подходящая. За последние пять лет произошло почти стопроцентное обновление машин. На особо охраняемых территориях, в том числе, заменили и снегоходы для зимнего патрулирования. Частая смена техники объясняется многими факторами, например, тяжелыми условиями работы. Срок амортизации от 7, в зависимости от условий от марки машин, от 7 до 10 лет. Ну естественно, условия довольно жесткие, это тайга, это лес. То есть, поэтому мы смотрим и по нагрузке, и по состоянию, так сказать. Ну естественно, и по отношению к машине наших специалистов. Устраивают день наоборот и работают на школьном участке. Так учащиеся в Глубоковской средней школе Завьяловского района проводят летние каникулы. С ними пообщалась наша съемочная группа. Малая Тимирязевка. Так в Глубоковской средней школе называют летнюю практику. Дети участвуют в программе удешевления школьного питания. На территории образовательного учреждения есть огород. Там ученики 5-11 классов выращивают морковь, огурцы, картофель, томаты и другие культуры. Впоследствии эти овощи сами едят в столовой. Здесь мы полим, поливаем и растим разные растения. Я думаю, что это пригодится и это очень полезно. Также в палисаднике дети учатся выращивать цветы. Ухаживать за ними и занимаются благоустройством школьной площадки. Полим, сеем, допалываем, красоту наводим, красим. В общем, как и обычная работа у сельского жителя на земле. Тимирязевка – это как дополнительное занятие по урокам биологии. Потому что на уроках биологии они изучают всякие тычинки, пестики. А здесь они уже наяву видят вегетативная масса, какая бывает. Какие бывают стержневые корни, поверхностные корни. То есть они еще и расширяют свои знания. Для учащихся начального звена работает летний лагерь «Солнцеград». Там развиты физкультурно-оздоровительные, экологические, спортивные и культурные направления. У воспитанников есть возможность раскрыть свои таланты и завести новых друзей. Они участвуют в спартакиаде, литературных и развлекательных конкурсах. У нас происходит много игр, прогулки. И еще мы знакомимся с новыми детьми и много играем. Мы иногда бегаем, играем в разные игры и веселимся. Уважатые все смелые и веселые. Мне очень нравится, тут очень вкусно кормят. Мы много играем. Уважатые очень добрые. Уважатые лагеря молодые специалисты, которые работают в школе совсем недавно. К примеру, Станислав Синявский учился в Глубоковской школе. Получил высшее образование в Барнауле, а теперь и сам работает учителем. Закончил вообще университет аграрный, переучился. Вот теперь с детьми, со всеми вот этими обжорами и проглодитами. Очень нравится, очень много энергии дают. Они все вот такие прям заряженные, прям очень много эмоций. Совсем скоро школьники выступят на Большом празднике. 220-летие села Глубокое. Они покажут театрализованную постановку и представят макет города Солнцеград, сделанный из подручных материалов. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. Уже сегодня в Барнауле увидят первый спектакль театрального фестиваля «Новосибирский транзит». Краевая столица принимает артистов из Новосибирска. Какие постановки увидят зрители, узнавала Дарья Кончина. Постановки главных режиссеров четырех ведущих театров Новосибирска увидят жители краевой столицы. В Барнауле завершается тур сибирского фестиваля «Новосибирский транзит». Спектакли покажут на сценах двух театров – молодежного и драматического. Первую постановку горожане увидят уже сегодня. Мы все друг друга знаем. И это, в общем-то, время определенной встречи. И мы очень этому рады, потому что фестиваль «Новосибирский транзит», его, наверное, самое главное отличие в том, что он является, ну, такой, знаете, теплый, дружественный, атмосферный. Здесь всегда, прежде всего, рады друг другу. Почему здесь хорошо и легко работается? Вот поверьте мне, что Сибирский федеральный округ – это лучший театр России. Артисты успели побывать в Томске, Кемерово и Новокузнецке. Обычно на фестиваль приезжали театральные коллективы из городов Сибири в Новосибирск. В этом же году формат изменили. Новосибирские актеры решили отправиться в тур. А еще организаторы убрали конкурсные состязания. Такой формат пришелся по вкусу участникам. У себя, когда играешь, ты… Мы немножко, ну, как бы где-то экономим себя, да, там, возможно, еще что-то. А здесь это такой азарт показать, ну, типа, ха, вот, смотрите, вот мы такие. Ну, то есть это вот заявить себя, это вообще абсолютно другие эмоции, абсолютно. И плюс это большая сцена. Ну, то есть тут как бы ты сразу, ты так широко играешь, и отличается специфика игры на больших сценах, в отличие от нас. В Барнауле артисты пробудут четыре дня и покажут музыкальную комедию «Ханума», исторический анекдот генерала и его семья, спектакли «Дикая утка» и «Марина поля». Фестивалем решили отметить два значимых события. В этом году в 85 лет исполняется Новосибирской области и Алтайскому краю. Дарья Кончина, Анатолий Фукс, новости. Сохранить историю родного села Овечкино – вот главная задача инициативной группы «Истоки» из Завьяловского района. В сельском музее представлены экспонаты советской эпохи и времен гражданской войны. Экскурсию нам провела хранитель музея Людмила Лаврова. Увидеть школьную фотографию выпускников 1932 года, а также коллективов лесхоза, железной дороги и животноводческих хозяйств можно в музее села Овечкино Завьяловского района. Формировать его начали школьники в 2008 году, а затем передали в Дом культуры. Инициативная группа «Истоки» дополнила коллекцию материалами, собранными в местном архиве, а также в открытых источниках в интернете. Новые экспонаты приносят и жители села. Нам даже приносят вот эти металлоискатели, дети ищут, сейчас же это модно. И монетки приносят, и какие-то чугуночки там, чашечки. Все экспонаты разделили по тематическим группам. В красном углу музея расположили русскую горницу. Напротив – стену памяти, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Отдельный стенд посвятили труженикам тыла. Еще один – гражданской войне. Это вот карта боевых действий. Вот наше село Овечкино. Нашли мы в интернете вот эту карту. И под отрядом, под командованием Федора Коридо, отряд наших партизан. Красные орлы они назывались. Вот их фотографии. Это живые люди. Мы еще успели их захватить. И вот их воспоминания живых очевидцев. Это снаряд боевой мы нашли в околке. Все лица на фотографиях и предметы быта знакомы местным жителям. Поэтому коллекция музея получилась очень личной. Вот эти весы, когда они достались нам со старого ФАПа. На эти весы у нас мы взвешивали, приходили все своих детей. Наши женщины моего возраста и помладше, и постарше. Взвешивали вот на этих весах. И измеряли вот этой вот линеечкой цветной. Экскурсии по музею проводят для школьников и даже воспитанников детских садов. Больше всего юным посетителям нравится писать чернилами в тетрадях 1957 года. Правда, так красиво, как у бабушек, у нынешних школьников пока не получается. Артем Тарасов, Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу у меня все. С вами была Анна Москаленко. Я напомню, что сегодня мы заканчиваем работу в Завьяловском районе. И уже в понедельник и вторник вы увидите наши эфиры в немецком национальном районе. До новых встреч!